Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Так они дождались. Барнаульцы жалуются на автобус номер 99. Как на негативные комментарии отреагировала мэрия. И яйца, и недвижимость. В Барнаульском отделении Банка России прокомментировали уровень инфляции. Как художники и нейросеть видят спортсменов. Первая выставка, посвященная хоккею, открылась в краевой столице. Начнем выпуск с происшествия. На трассе Барнаул-Новосибирск, а именно в районе Затосибирске, произошла авария. Фура ушла в кювет. Как утверждают очевидцы, в фуре находился трамвайный вагон. Пользователи соцсетей предположили, что это и есть один из белорусских трамваев, который сейчас ожидает Барнаул. Так ли это на самом деле? Мы отправили запрос в Министерство транспорта Алтайского края и в ближайшее время вернемся к этому вопросу. Ну а теперь к другой теме. Завтра свой профессиональный праздник отмечают врачи-рентгенологи. За год количество вакансий на эту должность выросло в два раза. В чем причина такого интереса, расскажет Данил Кузнецов. Кифозное разрастание по всей поверхности, в том числе и на уровне кромеально-пучечного сочинения. И выраженный субконтральный сапироз. Полтора года Иван Ярославцев работает врачом-терапевтом. А сейчас с легкостью отлечит остеохондроз от кифоза и новообразований. Парень – практикант-рентгенолог третьей городской поликлиники. Принять норму за патологию и наоборот. Тут надо исключительно знание анатомии, то есть от и до. Каждую кость, каждую особенность, надо все это знать, иначе можно легко запутаться в этом. И либо не отправить пациента на обследование, либо, называется, гипердиагностика, пациента наобучать. Чтобы не допустить такого, нужны не только знания, но и современное оборудование, позволяющее досконально изучать кости больных. Новые цифровые рентгеновские аппараты, на которые постепенно переходит край, заметно лучше старых кассетных, говорят врачи. Они делают картинку более четкой, из-за чего точный диагноз поставить проще. Да, перемены видно, оборудование, конечно, подновили. Раньше было это все, ну, просто, это как бы СССР, досталось СССР. Сейчас это уже как бы более современное оборудование, ясно. Среди новинок тяжелой техники третьей городской поликлиники розовый цифровой аппарат для обследования молочных желез за 14 миллионов рублей. Таких в регионе всего несколько, и конкретно этот поликлиника ждала долго. Благодаря новому маммографу пропускная способность выросла с 15 до 20 пациентов в день. Ведь аппарат позволяет обработать снимок чуть ли не в два раза быстрее. На цифровом маммографе лучевая нагрузка на одно исследование получается в 10 раз меньше, чем на аналоговом. И таким образом женщина получает меньшую дозу облучения во время исследования. Врач, кстати, тоже теперь меньше подвержен воздействию радиации. Исчезли и проблемы с маломобильными больными, поскольку аппарат регулируется по нескольким осям, инвалидам с колясками достаточно подъехать поближе. А на старом оборудовании приходилось одевать родственников в свинцовые халаты, свинцовые фартуки, чтобы человек подходил вместе с больным, поддерживал его под руки. Неудобно было мне, конечно, его тут устанавливать и все. И дискомфорт родственникам доставляли. Всего за 4 года в Алтайском крае было приобретено почти 11 тысяч единиц медоборудования. 146 из них – тяжелая техника по типу рентгеновских аппаратов. Большая часть подобных экземпляров пошла для больниц районов и городских округов, где предыдущее оборудование использовалось более 20 лет. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Возвращаясь к теме трамваев. 75 лет исполнилось с того момента, как в Барнауле запустили первый трамвай. Вагоны, которые привезли из Ленинграда, отправились в рейс с Площади Свободы до Нового Рынка 7 ноября 1948 года. Условия, в которых тогда приходилось работать водителем, были, мягко сказать, непростыми. Вагоны часто ломались, не отапливались. По этой причине в кабине вагоновожатого лежали горячие кирпичи, на которых водители стояли во время движения. Во время сильных буранов трамвайные пути заметало. Сегодня, конечно, ситуация совсем другая. Ежедневно в Барнауле на линию выходит более 100 вагонов, которые перевозят более 120 тысяч пассажиров в день. Интересный факт. По обеспеченности трамваев на единицу населения Барнаул входит в первую десятку российских городов. А накануне у торгового центра «Пионер» приступили к демонтажу разворотного трамвайного кольца. Это необходимо для того, чтобы потом соединить проезжую часть путепроводом. Для этой же цели в конце октября рабочие разобрали разворотное кольцо и в районе дома быта. Напомним, до открытия моста на новом рынке остается чуть больше трех недель. Позади полтора года работ. Подрядчик обещает сдать объект в срок до 30 ноября. Демонтаж кольца повлиял и на схему движения общественного транспорта. Например, в Барнауле запустили временно автобус, который должен заменить трамвай номер один и номер четыре. Речь идет об автобусе номер девяносто девять. Вот только некоторые барнаульцы так и не дождались его. Одна из жительниц города пожаловалась, что накануне не смогла сесть на автобус в шесть утра с нового рынка. С такой же путаницей столкнулись и другие пассажиры. В мэрии пояснили, что машина выходит на линию в шесть утра с площади Спартака. В будни на маршруте работают четыре автобуса с интервалом движения девять минут. На выходных интервал восемнадцать минут. Время прибытия первого рейса автобуса на остановку Новый рынок составляет шесть часов восемнадцать минут. Этот график был составлен исходя из графика движения трамваев номер один и номер четыре и пассажиропотока на остановке Новый рынок в утренние часы. При необходимости в мэрии готовы скорректировать интервал движения автобуса. Не только мясо, но также овощи и фрукты значительно подорожали за последнее время. Уровень инфляции прокомментировали в Барнаульском отделении Банка России. А эксперты рынка недвижимости из-за повышения ключевой ставки Центробанком предрекли непростые времена для владельца вторичного жилья на Алтае. Осенью годовая инфляция в крае, впрочем, как и по всей стране, продолжила расти. Причина этому отметили эксперты Барнаульского отделения Банка России ослабление рубля и, как следствие, увеличение стоимости импортных товаров, в том числе ветеринарных препаратов и кормовых добавок. В итоге значительно подорожали мясо и яйца. Так, например, в сентябре этого года килограмм говядины стоил на 5% больше, чем в сентябре предыдущего года, а килограмм свинины почти на 10%. Кроме того, увеличилась стоимость импортных овощей и фруктов – бананов, чеснока, помидоров. Также эксперт Центробанка отметил рост цен и на непродовольственные товары. В частности, в цене прибавлять продолжили импортные автомобили. Для сдерживания роста уровня инфляции Центробанк России в конце октября поднял ключевую ставку сразу на 2% пункта с 13% до 15%. Такое решение, считают эксперты рынка недвижимости, может заморозить вторичный рынок жилья в Алтайском крае. На повышение ключевой ставки Центробанком все остальные банки отреагировали повышением ставки по ипотеке. За последние недели она выросла с 14,5% до 16%. Такая ипотека, считают риэлторы, для многих жителей нашего региона не по карману. А далее. Бейскому инфекционному отделению 120 лет. Раньше больных лечили в палатке и в деревянном бараке без горячей воды. Что изменилось в 21 веке, узнаете в нашем следующем сюжете. Ее взяли на работу медсестрой временно, а она осталась в инфекционке на 50 лет. Выпускница Бейского медучилища Ирина Грянкина говорит, что рабочих рук в 1955 году было много. Место найти было трудно. Здание у нас было старое, барачного типа. Было у нас 6 отделений. В каждом отделении 5 сестер, 5 санитарок. Тогда работников хватало. И сестер хватало, и санитарок хватало. В общем, работали, условия были ужасные. Горячей воды не было? Да, только холодная водичка. Нянечка каждую среду должна титан топить и купать детей. Да, всех перекупает, все. Ну, тогда люди были очень хорошие, честные. С ними и работать было очень легко. Ян, давай бегом. 29 лет назад порог уже нового здания переступил Лариса Фоминская. Ей повезло, ведь учителями были настоящие профи. Не по сухому описанию в учебниках, а на реальных пациентах обучали отличать одну болезнь от другой. А проблемы с давлением есть? Мы сами красили мазки, брали мазки из ротоглотки, сами их красили, сами их смотрели под микроскопом, нам оставляли ключи от лаборатории. И если мы видели подозрительный элемент, там, палочку расположенную в виде римской пятерки, вот таким образом, то мы уже должны были принять решение о введении противодифтерийной сыворотки. У нас не было ни одного летального исхода по дифтерии. Сергей Брагин, Надежда Примосудова, Алексей Козлов, Надежда Медведева, Сергей Йенин. Многие коллеги остались лишь на черно-белых фотографиях в памятных альбомах. Здесь вообще с уважением относятся к своей истории. В моих руках настоящий раритет. Это стационарный журнал городской инфекционной больницы, не поверите, за 1942 год. И здесь кажется интересно все. Фамилии людей, да, которые жили в 1942 году, заболевания, которых сейчас не встретишь. Брюшной тиф, сыпной тиф, малярия, дифтерия. И самое интересное, врачи в 1942 году они писали диагнозы на латыни. Ни одной внутрибольничной инфекции за 30 лет – это ли не подтверждение высокого уровня профессионализма? За санэпид режим отвечают все – и медсестры, и врачи. Поэтому словосочетание «работа в команде» играет новыми красками. И так во всем. 120 лет – это действительно такая огромная дата. Это одна из старейших служб нашего города. И это не случайно. Потому что с инфекцией люди сталкивались всегда на протяжении всех веков. Много было смертьей, много было именно пандемии, которые связаны именно с инфекционными заболеваниями. И очень приятно, что в нашей структуре есть такое отделение, где работают такие замечательные врачи, которые отдаются полностью в своей профессии. Лечат и маленьких детей, и взрослых. И вне зависимости от инфекции, и времени года, и времени суток, всегда готовы прийти на помощь. Время не стоит на месте. Капитальный ремонт преобразил отделения. Светлые, чистые, просторные палаты, стены, расписанные художниками. Работать сейчас легче. В плане того, что у нас и обеспечение гораздо лучше, и обеспечение препаратами, и диагностическими какими-то материалами. Раньше врач оставался один на один с пациентом, и у него не было таких методов диагностики, как сейчас у нас есть ПЦР. Раз в течение суток нам, хопс, и выдали результат. И мы знаем, грипп А, грипп свиной, грипп эпидемический, не эпидемический, еще какие-то диагнозы другие. То есть сейчас легче в этом плане работать, но думать надо в плане диагностики. Восемь лет в инфекции работает Анна Семенова. Отравления, ОРВИ, коронавирус, лечили все. При этом дети, а подавляющее число ее пациентов младшего возраста, всегда настраивают своего врача на позитивный лад. Для нас инфекционное отделение, для всех, кто здесь работает, это часть жизни, причем очень большой кусочек жизни. Очень сложно совмещать с семьей, с детьми, потому что работаем здесь и по совместительству, дежурств очень много. Работу мы все здесь, кто доктора работает, очень любим. Сюда приходят по зову сердца и, несмотря на сложности, остаются надолго. Осмотры и диагнозы, лечение и выздоровление. Калейдоскоп событий чаще всего со счастливым исходом. Бийскому инфекционному отделению 120 лет. Производить из картонных упаковок и бумажных отходов контейнеры для яиц. Этим занимается барнаульское предприятие. Чтобы из мусора превратиться во вторсырье, бумаге и картону нужно пройти отбор и подготовку. Почему не стоит отправлять бумажные отходы в мусорное ведро и куда их можно сдать в Барнауле с пользой для экологии и для своего кошелька, расскажем в нашем следующем сюжете. Тонны макулатуры. Позже ее переработают во вторсырье. Этим занимается Септуара, одна из самых экологичных компаний в регионе. Предприятие имеет свой собственный пункт приема макулатуры. Макулатуру мы покупаем как у частных лиц, так и у организаций по Алтайскому краю и по Российской Федерации в принципе. Закупаем все виды бумаг, книги, картон, архивы из стекшим сроком давности. Также берем на уничтожение секретную документацию. Вы можете приехать в наш пункт приема, который находится на Малахово 1.2. Компания обладает всеми необходимыми мощностями по переработке бумажных отходов. Утилизацию подтверждает документами. После уничтожения макулатуры из них производится бугорчатая тара. Это всем нам известные решетки и контейнеры под яйцо. У нас увеличивается потребность переработки. Мы с этим делом справляемся, корректируем составы сырья, состав композиции. У нас увеличивается потребность в кадрах. Соответственно, мы открываем вакансии. По нашим вакансиям можно узнать по телефону 506-325. Это наш отдел кадров. На предприятии уверены победить мусорные горы и жить в чистой стране реальные. Ловите волну зеленого тренда и вы сдавайте макулатуру на вторичную переработку в компанию Септара. Первая спортивная выставка, посвященная хоккею, открылась в Барнаульской арт-галерее Кот. Уникальность экспозиции в том, что на ней представлена не только картина реальных художников, но и работа искусственного разума. Какими ледовых гладиаторов видит нейросеть, расскажем прямо сейчас. Вместо мяча – клюшка. Вместо зрелищных гладиаторских боев – зрелищные бои на ледовой арене. Образ хоккеиста-гладиатора воплотила барнаульская команда художников-иллюстраторов. Картина ключевая на выставке «Хоккей как искусство» и единственная, написанная реальными людьми. Образы на остальных фотополотнах сгенерировал искусственный интеллект. Я, конечно же, душой приветствую художников и я очень люблю классическую живопись и мастерство, сотворенное именно руками человека. Но, используя искусственный интеллект, я понимаю, что вариации событий и вариации идей наш человеческий мозг не может столько обработать. И взять какую-то идею, да, это здорово, совместно использовать это как инструмент оказалось тоже очень круто. Художники нейросеть сработали в тандеме. Выставка поделена на несколько тематических залов. В первом – юморные картины с вымышленными хоккеистами, да еще и в обыденной жизни. Во втором – портреты с реальными алтайскими спортсменами. Вот, допустим, Свечников. Наш знаменитый игрок, который начинал играть еще в детстве в Алтайском крае, потом уехал в Новокузнецк, в Кемеровскую область, потом из Кемеровской области уже там Москва. А вот его тренер первый – Владимир Николаевич Николаев. Ну, так сказать, наверное, самый главный тренер нашего алтайского края, но во всяком случае самый узнаваемый, почитаемый, который сейчас работает вообще в Китае. Организаторы выставки Федерации алтайского хоккея и руководство арт-галереи говорят, что экспозиция еще больше добавит популярности алтайскому хоккею. Идея возникновения выставки, она возникла на катке. На катке, когда ребята играют, включаешься в игру, ты понимаешь, что это действительно искусство. Но наша задача, как Федерации хоккея, все-таки привлекать ребят, привлекать всех болельщиков, желающих. Чем больше людей вовлекается в хоккей, тем будет лучше. А художников мы взяли как пример, как их устами, их глазами, я бы даже сказала, показать, насколько он прекрасен, что это действительно искусство. Посетить спортивную выставку может любой желающий в арт-галерее «Кот». Экспозиция работает до 16 ноября. А у вас, как у президента, есть желание привезти сюда малышей, мальчишек, которые только-только начинают? Будет экскурсия для них? Обязательно будет, конечно. Для этого выставка-то вообще есть. Каждый, который войдет сюда, он должен выбрать для себя, кем он будет в хоккее. Болельщиком, любителем, может, профессионалом. А может быть, станет вообще частью этого хоккея, и хоккей станет вообще целью его жизни. Тут, в общем, без вариантов, да, без вариантов. Надо любить хоккей, и все тут. Мы в хоккее. Елена Кузовкина, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты «Динамо Алтай» продолжают свое выступление в чемпионате ВХЛ, и пока что их немного штормит. Есть победы, но и без поражений никуда. Как завершился очередной выездной матч чемпионата? Об этом не только расскажем далее. Очередной выездной матч чемпионата ВХЛ. И на этот раз в соперниках у «Динамо Алтай» Пермский «Молот». Команда, которая занимает третью строчку в турнирной таблице. Барнаульцы, к слову, 23-ю. Тем самым интрига о победителе этого поединка была понятна на 90%. «Динамо Алтай» пытались давать бой. «Молот» забивал. Наши сравнивали счет. Этот сценарий продлился недолго. И вот хозяева ведут 3-2. Казалось бы, сейчас барнаульцы побегут отыгрываться, но «Молот» забрасывает еще три безответные шайбы, установив окончательный счет на табло. 6-2. К сожалению, при счете 3-2 игра шла до заброшенной шайбы. Забили хозяева и в итоге довели матч до победы. Не хочу сетовать на неудачу или еще что-то. Ну да, не зашла шайба в определенных моментах. Поэтому только через работу придут голы. Будем работать над большинством. Готовимся к следующему матчу. Баскетбольный клуб «Барнаул» в очередном матче чемпионата России в Суперлиге принимал на паркете спорткомплекса «Победа» команду «Барс» из Ростова-на-Дону. Поединок пятой и третьей команды регулярки получился эмоциональным и насыщенным на события. На радость любителям баскетбола, практически полностью заполнившим трибуну победы, наши одерживают уверенную победу со счетом 89-71. Когда есть непробивные фолы и когда нет риска, что будут штрафные броски, ребята играют чуть-чуть грязно и это дает плоды. Результат это, скажем так, одна из сильных частей нашей команды. Если мы атакуем мяч, если мы прессуем мяч, все у нас хорошо складывается и в нападении. А совсем скоро в Барнауле состоится первенство России под дзюдо. Сильнейшие спортсмены со всей страны съедутся в столицу Алтайского края, чтобы выяснить отношения на татаме и решить, кто из них лучший дзюдоист России. Главный старт страны стартует 9 ноября. Начало поединка в 10 утра, а официальное открытие турниров в 16.30. Все это будет происходить в Титов-арене. Вход свободный. Дмитрий Дроздов, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok.